Всем привет, меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим про артикли в испанском языке. Артикль — это служебная часть речи, которая служит в первую очередь для указания на существительное. Артикль ставится перед существительным и согласуется с ним в роде и числе. Артикли бывают определенные и неопределенные, и дальше в уроке мы разберемся, чем они отличаются и в чем их особенности. Определенный артикль. Эту табличку нужно запомнить как базу. В единственном числе артикль мужского рода — «эль», женского рода — «ля», во множественном числе мужского рода — «лёс», женского рода — «ляс». Употребление определенного артикля. Если мы говорим об известном предмете или человеке, значит артикль употребляется, как, например, «эль директор», «траваха», «энсу деспачо». Или с абстрактными существительными, также «эль амор» — «любовь», «эс му импортанты». Для обозначения предмета, человека или явления единственного в своем роде или единственно возможным в данном контексте, как, например, «ля тьера», «ля люна» или «эль рей де испанья». Также перед названием некоторых стран и городов, как, например, «эль Эквадор» или «ля Ванна». С неисчисляемыми существителями, обозначающими понятия в полном объеме, как, например, «эль асукар» — «эс дульсе». Или, например, перед названиями рек, озер, гор, океанов, морей и островов, если они сопровождаются названиями. То есть «ляс Ислас Канариас», то есть эти острова не просто, а канарские, поэтому «ляс». Или «эль океано Атлантико», то есть океан не простой, а атлантический, поэтому «эль». При обозначении времени или дней недели, как, например, «ляс диэс» или «лос мартес». Также с географическими названиями, если они имеют определение. То есть «не просто Испания», а «ля Испания модерна», и так же, как «не просто Русия», а «ля Русия де ой». При употреблении существительного с порядковыми числительными, как, например, «ля секунда герра». Так же, как и при описании физических качеств конкретного предмета или человека, как, например, «тиене лос охос асулес». Перед титулами, званиями, должностями, а также названиями и словами «сеньор», «сеньорита», «сеньора», когда они не являются обращением, как, например, «эль сеньор директор» «эста ин су диспачо». Или при обобщении «лос испаньолис» «сон симпатикус». С глаголами «estar» и «gustar», «me gustan las rosas» или «las llaves están en la mesa». Так же, как и после «todo», «toda», «todos» и «todas», «todas las tardes» «paseo». Взаимодействие с предлогами «a», «d». Если после предлогов «a», «d» употребляется существительное мужского рода единственного числа с артиклем «el», то они сливаются с предлогами. Как это происходит? «a» плюс «l» получается «al», например, «voy al teatro». Или «d» плюс «l» равно «del», «huan sale del café». Исключение. Если после предлогов «a», «d» стоит название газеты, журнала, музея и так далее, то слияние предлога с артиклем не происходит. Также существительное женского рода в единственном числе, начинающееся с ударной «a», 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 в единственном числе имеют формальный артикль «el» мужского рода, как, например, «el agua», но «las aguas». Неопределенный артикль в испанском языке. Маленькая табличка, запомните обязательно. В единственном числе мужской род «un», женский «una», в множенном числе «unos», женский «unos». Дальше поговорим о том, как использовать и как применять. Неопределенные артикли употребляются при первом упоминании предмета или человека, как, например, «una mujer habla por teléfono». Или когда речь идет об одном из представителей ряда предметов, в том числе с целью обобщения, как, например, «huliatiene una hermana» или «un perro es más inteligente que un gato». Если выделяется признак или качество предмета, то есть после существительного употребляется прилагательное. В нашем случае «vivimos en una casa antigua». С глаголом «a ver» «en el salón hay una sofa». Или когда речь идет о приблизительности, как, например, «este coche costó unos veinte mil euros». Опущение артикля или нулевой артикль. Артикль не ставится перед большинством названий стран, городов, континентов, если перед существительным стоят притяжательные местоимения прилагательные, как, например, «mi libro esta en la mesa». Перед существительными в роли определения «es una mesa de madera». С обозначением профессий, национальностей, политических принадлежностей и так далее, если они применяются с глаголом «ser», как, например, «mi padre es avogado». Но «mi padre es un avogado muy bueno». Также с глаголом «ser» и днями недели, как, например, «hoy es lunes». С исчисляемыми существительными во множественном числе, когда речь о ряде предметов, как, например, «hoy tenemos classes». Или с глаголами «tener» и «aver» в вопросительных и отрицательных предложениях, как, например, «tener hijos» – «no tengo hijos», «i pan en casa» – «no hay pan en casa». С предлогом «en» в сочетании с месяцами, как, например, «en agosto» – «voy de vacaciones». Или в устойчивых выражениях, как, например, «tener frío», «tener hambre», «prestar atención». На этом всё. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите изучать испанский, ссылки у вас на экране либо в описании к данному ролику. Если ролик был полезен, поделитесь им со своими друзьями и близкими. Успехов в языке и пока-пока!